Рязанские смотрины – это средоточие лучших спектаклей кукольного мира за последние два года. Чтобы рязанский зритель увидел исключительные постановки, каждый раз перед сматринами происходит тщательный отбор. Более 200 спектаклей было отсмотрено организаторами фестиваля, и лишь 18 из них выбраны для участия. В афише фестиваля представлено очень много спектаклей, в основу которых легли литературные или драматургические произведения замечательных авторов. Это и, конечно же, наши классики русские, это и Пушкин, и Распутин, и Достоевский, это зарубежная замечательная драматургия и литература, это и Шекспир, и Бисетт, и Хемингуэй, также Антон Павлович Чехов представлен в афише. По инициативе бессменного худрука Валерия Шацкого фестиваль принципиально носит неконкурсный характер, поэтому каждый участник получит вот такую статуэтку, изготовленную по эскизам художницы Ларисы Микиной-Прободяк на Дулевском заводе из фарфора в ограниченном количестве. В мире их будет всего 25. Традиционные дипломы созданы художником Михаилом Шелковенко. Их тоже будет всего 25. На мой взгляд, как раз сейчас Театр Кукол переживает тоже свой определенный золотой век, потому что спектакли таких просто разнообразные по форме Петрушка, смотрящей в зеркало. И хоть он и шут, но в зеркале он видит себя королем. О качестве спектаклей, отобранных к участию в фестивале, говорит то, что сюда, в Рязань, приедут эксперты премии «Золотая маска». Они будут отсматривать спектакли с целью отбора в номинации этой желанной всеми театрами премии. К слову, часть спектаклей будет недоступна для зрителей. Их покажут исключительно для других участников. Ведь профессиональное общение – важная часть сматрин. Именно в процессе такого общения случаются открытия, озарения и развитие кукольного искусства. В тех же целях в шестой раз в рамках фестиваля ведет работу Международная школа молодых кукольников «Луна для всех одна». Результатом станет спектакль «Лаборатория», премьера которого состоится в день открытия сматрин. В лаборатории мы работаем, это очень круто, это большой опыт для меня, так как для молодого актера, это очень большой опыт поработать с другими артистами, с другого театра. Спектакли пройдут на нескольких площадках, на малой и большой сценах театра кукол и театра драмы, на большой и камерной сценах филармонии. Билетов почти не осталось, но все же еще есть возможность попасть на лучшие спектакли страны.